Персонально ваш Оль, это плохо и для потребителя, и для экономики, потому что инфляция в России еще достаточно высокая, Сбербанк снижает ставки, и мы как вкладчики, естественно, получаем худшие условия, ставки опускаются уже достаточно низко. Но самое главное, комментарий экспертов, комментарий сотрудников Сбербанка состоит в том, что у Сбербанка избыточная ликвидность. То есть у Сбербанка столько денег, что он их не может никому выдать в кредит. И вот это, наверное, самая плохая новость из всего, что мы услышали. А вы тут шифруете? Оль, это означает, что и российские компании, и заемщики, и население не просят у Сбербанка в долг. Не просят или не дают? Нет, нет. Ну, скажем так, знаете, как Яков, ну всегда можно прийти с улицы и сказать, Сбербанк, отдай мне миллиард долларов. Если вы не Кирилл Шамалов, то вы этого миллиарда не получите. Вот, поэтому, ну, я сейчас не хочу обсуждать такие, знаете, неразумные просьбы. А вот, ну, условно говоря, что население может брать потребительские кредиты, предприятие может брать на развитие бизнеса, на оборотный капитал. Я не хочу сказать, что вообще обращения из-за кредита нет. Но это означает, что приток денег в Сбербанк, приток от вкладчиков, ну, главным образом у Сбербанка ресурсы за счет вкладчика, за счет физических лиц, а спрос на кредиты существенно меньше. То есть, вот, не просит экономика денег, это означает, что она не хочет развиваться. То есть, все остановилось, заморозилось, грустно все. Ну, опять неправильно говорить все. Ну, жизнь же не заморозилась, вы выглядите в окно, да, и там машины едут, магазины работают. Жизнь, она продолжается, жизнь не замораживается. Но всерьез о будущем, да, о развитии думать экономика не хочет. Вот она... Вот она объясняет, например, агентство ТАСС, да, что, по мнению экспертов, снижение ставок удешевит... Я тут не все слова даже понимаю, а тем более смысла не улаживает. Снижение ставок удешевит стоимость фондирования для банка, будет способствовать стабилизации маржа, значит, в дальнейшем может положительно сказаться на доходах. Звучит позитивно, а смысл непонятен. Звучит позитивно, но для Сбербанка, для его акционеров и для его сотрудников в том плане, что Сбербанк, если он будет меньше платить по депозитам, а по кредитам будет получать столько же, то он будет зарабатывать больше. Да, вот, знаете, как, а если у вас кредиты не просят, если у вас спрос на кредиты низкий, то это означает, что вот повышение маржа, это разница между ставкой привлечения, у вас он берет под 7%, а предприятиям, компаниям выдают под 13%, например. Вот это вот 6%, это и есть разница маржа. Соответственно, вот, раньше он брал у вас под 8,5%, а теперь будет добрать под 7%. Вот он себе на 1,5% увеличил доходы, ну, ровно потому, что он не просит кредиты. Знаете, выдает меньше, а, соответственно, надо зарабатывать больше. Да, поэтому вопрос там, будет ли снижать Сбербанк ставки по кредитам или не будет, это надо подождать и посмотреть. Я думаю, что до того момента, пока Центральный банк не начнет снижение своих ставок, Сбербанк подождется снижением кредитных ставок. Вот, кстати, о кредитах. Да, кстати, о кредитах, но хотелось бы еще спросить, то есть, получается, что Сбербанк, как собака на стене, лежит на куче денег, никому не дает и никому не может дать, получается. Яков, ну, неправильно, ну, знаете, как вот, не надо обижать Сбербанк, он у вас хороший, белый и пушистый. Дело же не в том, что он не хочет. Он, может быть, и хочет, к нему не приходит и не просит. Ну, или вот просит там, типа, меня, да, дай миллиард, как Кириллу Шамалову, он не дает. Вот, а те компании, которые приходят на Сбербанк, может быть, и действительно не дает, потому что, знаете, как вот, ваша отчетность там непрозрачная, мы не понимаем, на чем вы зарабатываете деньги, у вас нет залогов и так далее, и так далее. То есть, Сбербанк, это же такая вот огромная машина, да, и которая, ну, привлекает деньги от населения каждый день. Он, вот, он не может сказать, да, там, повесить вывеску, знаете, как Сбербанк закрыт, все ушли на отпуск, депозиты больше не берем, да, и тогда, потому что к нам за кредитами не приходят. Ну, да, вот у нас там кредиты есть как раз ровно противоположная новость сегодня. Да, сегодня российская газета написала, что россияне стали больше брать потребительских кредитов на машины и вообще ипотеку впервые там за определенное время, а количество стало, что называется, увеличиваться. То есть, выклились, что ли, получается, люди с положением дела? Оль, была такая статистика, была такая статистика, она где-то неделю назад вышла, это по свете Национального бюро кредитных историй, одной из организаций, собирающих кредитные истории. Насколько это репрезентативно, насколько это показательно, сейчас сказать нельзя, потому что одновременно с этим Центральный банк опубликовал свою оперативную отчетность о развитии банковской системы по итогам марта. Вот там никакого ощутимого роста кредитов, выданных населению и кредитов, выданных предприятиям, нет. Да, поэтому вот я бы не стал всерьез обращать, вот знаете, есть, ну, как сказать, есть организация, которая говорит, а мы вот по информации, поступившей к нам, кредитов стали выдавать больше. Возможно, но есть Центральный банк, который собирает отчетность у всех банков вообще, и он говорит, нет, вы знаете, вот по сумме, по деньгам, сколько было, столько и осталось. Ну, чтобы закрыть эту тему, еще такой вопрос, а вот другие банки все-таки последуют, к примеру, Сбербанка, и будут понижать ставки по депозитам, или поистерегутся? Конечно, будут. Конечно, будут, особенно крупные банки, опять, их нельзя назвать конкурентами Сбербанка, да, потому что Сбербанк настолько оторвался от всех, что у него серьезных конкурентов, наверное, нету. Ну, конечно, будут, конечно, будут, и там начнут сначала государственные, там, ВТБ-24, Россельхозбанк, там, не знаю, как мне, Глобокс и прочее, вот, а потом и все остальные будут следовать за Сбербанком. Ну, конечно же, всем хочется, как это, заработать побольше, и пока Сбербанк держит, там, ставку, не знаю, там, на 8%, вы, как коммерческий банк, не можете, частный банк, не можете опуститься ниже 10, потому что, ну, там, для населения ваши депозиты, они все-таки более рискованные, чем у Сбербанка. Вот Сбербанк опустился на 7, значит, соответственно, вы теперь можете тоже немножечко уйти вниз. Я напомню, что сейчас у нас в эфире экономист Сергей Алексашенко, это программа персонально ваш, и свои вопросы вы можете присылать на смс плюс 7, 985-970-4545, и твиттер-аккаунт наш вызван. Вот еще об ожиданиях. Сегодня Дмитрий Медведев сказал, вступился за Минэкономразвитие, которое обвиняли в том, что даются прогнозы, которые часто меняются и потом противоречат одну другому. И он сказал, что я могу сказать, в данной ситуации кто умеет, пусть делает более точные прогнозы. Ну и хочется сразу задать вопрос. Мы тоже слышали много разных прогнозов, и слышим их постоянно. И они все действительно очень разные. И уже Дмитрий Медведев это признал. Это потому, что эксперты у нас такие не очень хорошие, экономисты? Или потому, что ситуация действительно совершенно непредсказуемая? Оль, давайте разделим официальные прогнозы Минэкономики и вообще прогнозы экспертов. Конечно, прогнозы экспертов страдают некой степенью подвижности. И вот смотрите, мы начинали год, 2016-й, и цена нефти была чуть выше 30 долларов. Прошло 3,5 месяца, и цена нефти уже 45 долларов. Нефть выросла в полтора раза. И понятно, что такой рост нефтяных цен не может не оказать влияния на прогноз. И, конечно, все эксперты, которые занимаются прогнозированием, они этот фактор обязаны учитывать. Но просто как ситуация изменилась, слишком... Знаете, как у нас экономика, помните, это анекдот, колебался вместе с линией партии. Вот она у нас колеблется вместе с ценой нефти. Нефть вверх, и экономика чуть-чуть получше прогноз. И эксперты тоже... Оль, ну они же не могут погрешить против истины. Они же не могут сказать, что цена на нефть выросла в полтора раза, а мы считаем, что прогноз менять не надо. Поэтому это первая часть. Вторая часть, действительно, и у вас в вопросе это прозвучало, ситуация настолько необычная. Вот в таком состоянии российская экономика за свои 25 лет, она, наверное, не была никогда. Потому что у нас там был очень длинный переходный спад в начале 90-х, который продолжался до 96-го года. Но там строилась новая структура экономики. Там закрывались предприятия, которые, в первую очередь, в военно-промышленном комплексе, в тяжелой промышленности, продукция которых была никому не нужна. И экономика никак не могла найти свой новый контур. А сейчас экономика, у нас же там, не знаю, 7 кварталов подряд, она падает потихонечку вниз. И здесь там в конце прошлой недели Алексей Улюкаев сказал, что вот она и в первом квартале этого года, она опять немножечко, чуть-чуть, но, знаете, она слегка упала там всего лишь на 1,4%. Сергей, я прошу прощения, давайте сейчас мы вас перебьем буквально на минуту, мы прервемся на очень короткую рекламу и потом эту тему еще продолжим. Да, 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 Сергей Алексеевич Сашенко у нас в эфире. Персонально ваш. Я постой! Реклама! В чем главное преимущество травокосилок Хускварна? Отличная эргономичность, многолетний опыт разработок, передовые технологии производства, а главное, их выбирают профессионалы. Для частного использования мы рекомендуем травокосилку Хускварна 128Р по уникальной цене в интернет-магазине кувалда.ру. ООО «Энтузиастэс», город Самара, улица Победы, СО, ОГРН, 102-63-01-703-010. Внимание руководителей и специалистов эфирных радиостанций. Российская Академия Радио приглашает к участию в ежегодной конференции «Будущее регионального радио». Управление компанией в условиях кризиса и тренды монетизации радио. Проблемы правоприменения и анализ рекламных рынков регионов России. Продвижение радиобренда и цифровые стратегии локальных вещателей. Все это и многое другое на пятой юбилейной конференции «Будущее регионального радио». С 9 по 10 июня. Сочи. Пулман. Сочи. Центр. Подробности на сайте Российской Академии Радио. Персонально ваш. 15 часов и 18 минут в Москве. Это персонально ваш и традиционно по вторникам персонально ваш и персонально наш. Экономист Сергей Алексашенко. И мы обсуждаем прогнозы экономического развития в России. Да, Сергей Алексашенко вот уже перед перерывом только что минутным у нас страшно удивился, что у нас теперь новость, реклама есть минутная. Да, Сергей, вот у нас вот в нашем локальном конкретном месте наблюдается небольшой экономический рост. Ну, замедлись, мне остается только порадоваться, да, поэтому разговоры о том, что у нас все замерзло, все умерло, да, ну, значит, неправда, значит, вот есть кому-то стало чуть-чуть лучше. Могу только порадоваться, да. И все-таки у меня такой вопрос. Вот мы слушаем многих экономистов и министров, их прогнозы. Кому все-таки, ну, скажем, кому все-таки чаще удается попадать в точку с прогнозами? Ну, Яков, я даже, мне кажется, что все-таки больше чаще удается попадать таким независимым экспертам, потому что как раз там вторая часть вопроса, я ее отложил, да, прогнозы Минэкономики. Все-таки вот прогнозы Минэкономики, если их вот так читать, они, у меня такое ощущение, что там вот учитывают высокую степень, высокая степень, как политическая конъюнктура. Да, вот им все время хочется показать, что экономика вот-вот-вот-вот начнет расти. Да, вот уже вот совсем последний поворот, и она начинает расти. А почему она начинает расти? Так это желаемое-то действительное. Да, да, да. И вот это не очень понятно, да, потому что ты смотришь, пытаешься найти объяснение. Мне же тоже хочется, чтобы российская экономика росла, да, то есть, в общем, это дело-то, оно-то понятное, да, потому что ненормально, когда экономика там катится вниз безостановочно. Но хочется понимать, почему это произойдет поворот, да, собственно говоря, вот почему там у экспертов такое неуверенное прогнозирование. Потому что экономика, ну, все вот ожидают, что она должна развернуться, должна начать расти. Никаких признаков этого разворота нет. Объяснить, почему этот разворот произойдет, невозможно. А тут мне экономика говорит, а мы считаем, что у нас там с середины года начнется рост. Ну, хорошо, ребят, если вы считаете, ну, ну, считайте, да. Вот, поэтому вот я, честно говоря, скажем так, официальным прогнозам я доверяю меньше, чем независимым. Ну, а к слову еще о действиях и решениях властей. Вот сегодня Росфинмониторинг выступил с, ну, по-моему, это уже не первая их инициатива. Точно не первая. Это первая, да. Опять о том, что анонимные электронные кошельки – это бяка-бяка, их надо привязывать к банковскому счету клиента, чтобы повысить прозрачность и безопасность и вообще все прочее, прочее. Вот эта попытка, то есть они говорят очень много раз. Почему они до сих пор не ввели, например, привязанные электронные кошельки? Ну, потому что тяжело это сделать, да, потому что есть такое слово «глобализация», да, которое позволяет вам, там, сидя в Москве и мне, сидя в Вашингтоне, открыть там свой кошелек в системе PayPal, да, который вообще там, на которую территория российской юрисдикции никак не распространяется, ну, или какую-нибудь аналогичную, да, и, пожалуйста, будет анонимный кошелек, которым можно распоряжаться. Вот, ну, мне просто кажется, что Росфин Мониторинг, в общем, организация, которая как раз защищает, занимается не защитой прав потребителей, у нас есть там много других желающих, да, Росфин Мониторинг занимается отслеживанием подозрительных финансовых сделок, и поэтому как это, вот здесь надо искать мотивацию этой организации, да, то есть они хотят знать все обо всех, о каждом, там, не знаю, там, рубле, прошедшем по счету, попавшем, особенно там, к списку подозрительных лиц. Ну, это обоснованное желание? Или чрезмерное? Оль, исходя из тех задач, которые стоят перед этой организацией, обоснованная, организация, ну, она не силовая в том плане, что там люди ходят без пистолетов, да, и там арестовывать не могут, в дома врываться не могут, и стрелять в толпу без предупреждений тоже не могут, но, вообще-то говоря, это, ну, не заявляя второе название, это финансовая разведка, это организация, которая занимается аналитической деятельностью с целью, как, выявления подозрительных сделок. Другое дело, что в рамках, там, нашей страны, в реалиях нашей страны, в рамках, в реалиях нашей страны, есть сильное подозрение, что Росфин Мониторинг, так же, как и их коллеги из силовых структур, больше занимаются, скажем так, борьбой с политическими оппонентами, нежели чем борьбой с террористами и кем-то еще, потому что никаких доказательств обратного не существует, да, и мы помним, как боролись со всеми этими кошельками в рамках предвыборной кампании, как, там, пытались заблокировать их и так далее, да, то есть, вот, мотивация этой организации мне понятна, как и любой другой, как и любая другая организация, занимающаяся такой, вот, ну, там, скажем, правоохранительно-силовой деятельностью, она хочет расширения своих полномочий, вот, но мне просто кажется, что направленность явно в другую сторону идет. Но, в целом, такой вот шаг вы бы поддержали, или, ну, если бы, как бы, говорите о борьбе с терроризмом, там, и прочим, или все-таки это, ну, как бы, уже чересчур? — Яков, бороться с террористом нужно, с терроризмом нужно, да, только нужно понимать, да, что там, вот, есть, как это, электронный кошелек и электронный кошелек. Если на электронный кошелек приходит, не знаю, там, 100 долларов в день, то, ну, наверное, вряд ли это может и речь идти о борьбе с терроризмом, да, а если приходит, там, миллион долларов... — И это страшное отмывание денег, да. — Ну, да, да, вот, поэтому, ну, как сказать, вот, надо, я, 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 там, сказать, ну, думаю, думаешь, какие-то ограничения должны быть, но они явно должны быть связаны с объемом операций, проходящих через эти кошельки. — Ну, я знаю, что, например, анонимными кошельками очень многие люди пользуются из соображений безопасности. Например, когда, там, нужно сделать какую-то не очень большую, там, покупку, да, там, в сети или где-то еще, или, особенно, когда люди перечисляют деньги в какие-то благотворительные фонды, там, или куда-то еще переводят какие-то деньги, да, и вот они думают, что им, там, по каким-то причинам не хочется привязывать свою карту и вообще делать это вот таким образом. Вот это вот я тоже всегда думаю, когда я на это смотрю или слушаю о таких вещах, я думаю, вот это вот что, вот это вот наша такая паранойя и наши всякие фобии, мы боимся все время чего-нибудь, и поэтому надо оставить анонимные кошельки или нет? Или не надо бояться? Вот как вот вы скажете? — Оль, здесь вы немножко другой сейчас приводите пример или вопрос, да? Вы ставите вопрос о том, кто перечисляет деньги, да? Все-таки я так понимаю, что вот Росфинмониторинг говорит о том, кто получает деньги. Да, соответственно, вот тревога, тревога плательщика, да, того, кто перечисляет деньги, она понятна, да? Потому что, ну, там дня не проходят, что мы не прочитали, что либо та, либо база данных, либо того, либо иного банка оказалась скрыта. Хакеры получили доступ там к миллионам или к тысячам или к сотням данных о кредитных карточках. И, конечно, ну, все мы, кто пользуемся кредитными карточками, да, мы хотим защищать, быть уверены в том, что эта информация никому не станет доступна. Ну, просто разбираться, терять свое время, а тем более терять свои деньги никому не хочется. Но в этой части как раз защита, она построена достаточно серьезно и мощно. Вы всегда можете там в интернете получить такую виртуальную одноразовую кредитную карту, да, куда делаете перевод со своей, и она существует ровно один раз, ровно на один платеж. Да, поэтому как раз вот защита плательщик, она поставлена лучше, чем защита, вот, а Росфин Мониторинг хочет бороться с получателями. Ну, и, к слову, о всяческих тайнах. У меня такой еще один вопрос небольшой. Вот как вы расцениваете эту инициативу, которую вчера писал РБК, о том, чтобы госкомпаниям предоставить самим право решать, что является коммерческой тайной? Ну, я отрицательно отношусь к этой инициативе, потому что очевидно, что речь идет о том, чтобы сделать деятельность госкомпании непрозрачной. Да, ну, потому что если там руководитель, генеральный директор, не знаю, или там совет директоров госкомпании, в которой сидят одни госчиновники или их представители, ну, они все могут отнести к гостайне, да, вообще все, вот, и там ни акционеры, ну, коммерческой тайне, да, не гостайне, коммерческой тайне, и там ни акционеры, ни кто не сможет узнать, там, на что тратятся деньги, да, и эффективно или неэффективно работает компания. Вот, поэтому, конечно, я к этому отношусь отрицательно и считаю, что это, ну, там, безобразие, мягко говоря, да. А это вот характерная история, что именно для госкомпании такое условие сделано? Ну, конечно, характерно. А не для всех остальных. Оль, Оль, ну, конечно, конечно, характерно. То есть остальные, например, таких поблажек не дождутся ведь никогда? Остальные таких поблажек не дождутся, да, потому что остальные будут, там, разбираться со своими акционерами, и, там, частные, как сказать, контролирующие акционеры крупных российских компаний, они всегда имеют риск, столкнуться с риском, могут столкнуться с риском вызова, ну, например, в английский суд, суд Лондона, потому что многие из них, там, свои акции размещали в Лондоне, да. И, соответственно, вот стоит им, там, что-то такое совершить со своей отчетностью, или стоит, там, скрыть какую-то информацию, им последует вызов Лондон, и уже в том суде они будут объясняться, да. На руководителей госкомпании это не распространяется, да. У государства, как у акционера, конечно, есть полный иммунитет, и, там, наше российское государство не то, что лондонский суд, оно, в общем, любой суд может послать по известному адресу. А вот эти вот мотивы, собственно, таких решений и таких предложений, а мы знаем, что началось все с Роснефти, да, которая призвала правительство исключить, вот, как раз, из обязательного перечня к публикации данные, составляющие коммерческую тайну, это почему? Потому что дела не очень хорошо идут у компании? Или по каким-то другим причинам? Ну, зарплата топ-менеджеров, я думаю. Ну, нет, Оль, знаете как, если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. Если компания хочет спрятаться, значит, она знает, почему. Мы понимаем, что все компании, в общем, конечно, светиться-то особо не хотят, да? Или все, или наоборот. По-разному. По-разному. Ну, вот, как сказать, ни одна компания не публикует вообще всю информацию о своей деятельности, да, ни одна компания в мире, такого не бывает. Да, но вот есть какая-то степень детализации, да, на которую идут, вот, там, по требованиям бирж, по требованиям регулятора, да, там, на вопросы акционеров, особенно, там, с какими-то достаточно крупными пакетами, там, менеджеры компании должны отвечать и предоставлять, да, соответствующую информацию, вот. И, ну, вот я, честно говоря, я не припомню ни одного случая, да, вот, что, ну, там, коммерческой тайной можно назвать все, что угодно. Можно назвать коммерческой тайной зарплату руководителя, да, хотя, вот, на Западе это точно не является коммерческой тайной, и, там, любая компания, которая, там, сказала бы, что, а мы не расскажем о зарплате своего, ну, там, генерального интерьера, ну, на нее посмотрим очень странно, и, там, не знаю, там, на следующий день генеральный директор лишится своей должности, да, ну, потому что, вот, это никакая некоммерческая тайна, считается, ну, вот, это право общественности, право общественного, мне не знать об этом. Ну, да. Вот, а другое дело, там, коммерческой тайной, безусловно, там, могут являться какие-то технологические наработки, разработки компании Apple, да, ну, вот, поэтому, вот, и, там, тоже самое, было бы странно, вы смотрите, там, огромное количество патентных судов, которые она ведет по всему, ну, там, в Америке, в Европе. Да. Было бы странно, если бы акционер сказал, слушайте, а расскажите-ка мне, что вы, вот, в этом направлении, там, какие разработки вы ведете? Да, как вы там подкрутили ваш телефончик? Да, да, да. Давайте мы сейчас сделаем перерыв, у нас краткие новости, небольшая реклама на очереди, это Сергей Алексашенко в программе «Персональная ваша», он в студию вернется. Персонально ваш. Персонально ваш. 15 часов и 35 минут в Москве, Ольга Бычкова, Яков Широков, мы продолжаем в программе «Персонально ваш» разговор с экономистом Сергеем Алексашенко, мы в прямом эфире «Эхо Москвы», и так. Да, сегодня же у нас 30-летие со дня довольно-таки тяжелой, срагической даты, взрывы на Чернобыльской АЭС, в этой связи хотелось бы просто спросить, вот, на ваш взгляд, Сергей, как оправдана экономическая атомная энергетика? Да, конечно, да, конечно, она оправдана, и, собственно говоря, не говоря уже о том, что атомная энергетика позволяет двигать вперед технологии, создавать новые технологии. Атомная энергетика, в общем, при всех авариях, при всех тяжелых последствиях, она, конечно, обеспечивает электроэнергию существенную часть жителей мира, и считается, все-таки, при всех затратах, она считается одной из наиболее дешевых и наиболее эффективных. Но, с другой стороны, есть же примеры, и помимо Чернобыля была и Фукусима, и, по-моему, если не изменяет память, Индиан Пойнт в США, это такие довольно серьезные аварии были. Да, все правда, Яков, но, вы знаете, количество людей, гибнущих на дорогах, от автомобиля гораздо больше. Может быть, мы автомобиль для начала запретим? А, кстати говоря, все к тому идет. Нет, ну, нет, ну, давай, давай. Вообще, на самом деле, мне кажется, вы совершенно не зря вспомнили про автомобили, потому что это похожие такие истории, когда и смертность, и технологии, и загрязнение окружающей среды, и там разные риски, и, в конце концов, автомобили становятся экологически другими, и технологически другими, ну, и источники энергии тоже меняются. Вот вы думаете, когда-нибудь мы доживем до такого момента, когда, ну, хорошо, но не мы, но наши дети или внуки, когда все источники, например, энергии будут вот связаны только с всякими безопасными, возобновляемыми технологиями? Оль, я бы сказал так, что мы уже практически дожили до этого момента, он, что называется, мы живем в эту эпоху. Вот в прошлом году в мире, во всем мире мощности солнечной генерации, вот, производства электроэнергии от энергии Солнца были больше, чем мощности угольной и газовой генерации, введенные вместе взятые. Да, то есть, вот мы уже, мир перешел ту стадию, что вот вводимые мощности в солнечной энергетике выше, чем уголь плюс газ. Да, например, вот в Америке уже все понимают, что ни одна новая угольная электростанция построена не будет. Да, конечно, то, что построено, будет эксплуатироваться, видимо, еще в долгие годы, но практически вся новая энергетика США – это солнечная энергетика. Ну, энергетика ветра, она, там, менее развита. Да, мы уже дожили, Оль, мы живем в эту эпоху, просто ничего не бывает в единомоментном, да, вот, не бывает так, что раз, и с завтрашнего дня, там, все существующие станции закрыли, построили новые. Это займет какое-то время, но этот переход уже осуществляется прямо у нас на глазах. Ну, так все-таки когда-нибудь отменят, закроют, как-то сказать, господи, забываю это слово, да, разрушат атомные станции. А почему их должны разрушать? Ну, а почему их должны разрушать, если они работают, вот, и, ну, за исключением Чернобыля, где была технологическая катастрофа, опять с человеческим фактором, да, на самом деле причиной катастрофы были ошибки человека, причем, ну, такие, я бы сказал, осознанные ошибки. Да, люди нарушали все мыслимые, немыслимые инструкции, все правила работы. То есть, предсказуемые ошибки, которые можно было исправить. И, Оль, если бы люди не совершали этих ошибок, да, то с высокой степенью вероятности, можно сказать, что бы аварии не было. Да, и Фукусима, где было, ну, вот такое вот уникальное сочетание природного фактора, да, вот, ну, просто, как говорится, при строительстве станции не рассчитали, возможно, мощности, возможно, взаимотрясения, постельствия, цунами, вода и так далее. Да, ошибка, можно говорить, ошибка в проектировании, но эта ошибка, она учтена, выводы сделаны, все там, все электростанции, так же, как и после Чернобыля сделана работа над ошибками, да, так же и после Фукусима сделана работа над ошибками, вот, и там японские электростанции, они же атомные электростанции, они были там несколько лет закрыты. Вот, именно для того, чтобы вот все эти проблемы, которые выявлены были, да, там нельзя никого обвинять, ну, так получилось, да, вот, действительно, там, на это никто не рассчитывал. Ну, хорошо, у нас там метеорит взорвался на Челябинском, а если бы он упал на Кремль? На самом деле, разница не очень высока, мы же понимаем. Мы сейчас постараемся не шутить никаких глупых шуток с Яковлевым. Нет, Оль, я просто к тому, что все предугадать нельзя. И нельзя все заложить в проектирование атомной электростанции. Поэтому я не вижу оснований закрывать атомную электростанцию. Мне кажется, что как раз наоборот, например, Китай активно строит свои атомные электростанции. И замещает ими угольные, потому что он решает проблему загрязнения. Ну да, уж, конечно, там-то очень большая... Кстати, одновременно с этим, помимо того, что Китай строит больше всего атомных электростанций, так они на сегодня занимают первое место в мире по поводу мощности солнечной генерации. Они строят их больше, чем любая другая страна. А другому при этом не мешает? Не мешает, просто страна полтора миллиарда населения, потребность в электроэнергии растет. И, конечно, есть проблемы загрязнения. Они ее решают и через атомную, и через солнечную генерацию. Вот еще про источники энергии. Сегодня Саудовская Аравия торжественно представила план развития до 2030 года. Об этом король объявил. И была такая пафосная, пышная презентация с участием властей бизнеса и так далее. И основная идея – это диверсификация саудовской экономики, чтобы максимально снизить зависимость от экспорта нефти. И вот этот как раз наследный принц Мухаммед Бен Салман, он уже давно говорит о том, что нужно это сделать совершенно немедленно. И действительно, в ближайшие годы и десятилетия это произойдет. И хотя, в общем, мы уже слышали раньше о том, что они готовятся это сделать, и принц тоже так очень решительно взялся за все вот эти вот реформы в Саудовской Аравии. Но действительно получается, что это может быть такое революционное событие. Потому что если уж Саудовская Аравия говорит, что надо диверсифицироваться, то всем остальным гораздо севернее, например, тоже пора. Особенно тем, кто севернее. У кого нет столько солнца, и кто не может себе построить солнечную генерацию. У кого нет такого небольшого населения и площади. Да, и у кого монархии нет наследуемой, у кого нет молодого 31-летнего принца, желающего перемен, потому что ему жизнь в эту эпоху перемен. Он думает о себе, он думает о том, какой будет страна, когда он придет к власти. Я прочитал Саудовский документ. Самое главное в нем, это то, что он появился, и что страна ставит свою задачу уйти от нефтяной зависимости. И отводит себе на это дело 15 лет. Это достаточно мощное политическое заявление. А в целом сам документ, он, конечно, идет больше так вот, хорошо быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. И поэтому мы будем делать все, что можно с огромной-огромной спецификой мусульманского государства. С огромной-огромной спецификой монархии, которая сильно патерналистское государство. С огромной спецификой того, что есть, что называется, свое население, а есть приезжающие мигранты, которые пользуются разными правами. Да, с огромной, ну вот, традиционно, очень похоже на Россию, что мы ставим целью, например, построить свой мощный военно-промышленный комплекс, чтобы 50% вооружения производить самим. Ну и так далее. Зато у нас женщины могут управлять автомобильными, хохоли. Да, да. У них там повысить участие женщины в экономике с 22 до 30%. Ну, в общем, скажем так, я всерьез бы не стал относиться к этому. Это все-таки не план такой. Вы знаете, как у нас там правительство, каждый квартал выпускает план на 128 страниц, где написано, что кто-то должен делать. Это видение. Это основные направления движения. Куда принц или куда там уже король, он уже подписался. Да, будет двигаться или там, чтобы он хотел, чтобы двигалась экономика Саудовской Аравии, куда бы двигалось общество. Ну, это можно только поприветствовать, да, и посмотреть, что из этого получится. Но это значит, что через 15 лет мы будем жить вполне возможно, если это получится, если это произойдет. А почему, собственно, оно должно не произойти? Денег много, пока еще нефть тоже никуда не делась. Оль, понимаете, что через 15 лет мы можем оказаться вообще в другом мире, в конечном счете? Нет, то, что мы через 15 лет будем жить в другом мире, это неизбежно. И мы можем сейчас только строить контуры этого мира и пытаться понять, что изменится. Но там, оглянитесь назад на 15 лет, да, и вспомните, и посмотрите. Я уже не говорю на 25 лет, а оглянуться назад, в 1999 год, и посмотреть, как сильно изменился мир. Мир меняется очень быстро. В данном случае мы, наверное, говорим все-таки о изменении роли нефти, и это тоже неизбежно. Это тоже неизбежно. Нефть будет играть существенно меньшую роль в мировой экономике, но от нее тоже не откажется. Потому что 50% нефти потребляется двигателем внутреннего сгорания, а 50% нефти идет в нефтехимию, в переработку, пластмассы, от одежды и дальше, до деталей самолетов и автомобилей. Поэтому, конечно, сказать, что через 15 лет нефть никому не будет нужна, это неправда. Но то, что нефть будет обеспечивать гораздо меньшие ресурсы для развития любой страны, которая сегодня на этом строит свою экономическую политику, это тоже правда. Вот мы, кстати, затронули вопрос, а что делает Россия? Солнца у нас не так много, ветра тоже вроде особо много не насмотришься. Где у нас альтернативные источники, откуда их взять? Ну, я считаю, что у нас, скажем так, юг европейской части России, там солнца достаточно много, и там солнечная энергетика может развиваться. Во-вторых, как это ни странно прозвучит, современные технологии позволяют получать энергию солнца даже при облачности. Ну, собственно, уже эта проблема, ну, не скажу, что она совсем решена, да, там эффективность пока несколько ниже, но это тоже можно делать, я говорю, да, было бы желание. Вот, в России, ну, в России же, там, как каждый может идти своим путем, да, совсем не обязательно, вот, всем бросаться в солнечную энергетику, да, или, там, в энергию ветра. Там, ну, у нас есть огромная, у нас другая проблема в России, например, да, огромное количество, то, что называется, негазифицированных, там, населенных пунктов сельской местности, да, и, там, у людей качество жизни, наверное, падает, ну, находится на низком уровне от того, что у них нет вот такой местной энергетики, которая обеспечивает нужды конкретного домохозяйства, конкретного дома, да, и они все стоят в очереди, я не знаю, там, к президенту, к губернатору, там, построите нам газопровод, обеспечьте нас газом, да, вот, и понятно, что это не вопрос солнечной энергетики, это вопрос у такого энергообеспечения малых населенных пунктов, которые, вообще-то говоря, решаются не через газопроводы, потому что, ну, не знаю, там, безумные затраты на их строительство, там, можно идти искать другие решения, да, малые газовые котлы, которые будут работать, не знаю, там, на пилетах из древесных опилок, ведь, в конце концов, это же тоже, в общем-то, решение проблем, поэтому каждая страна решает свои проблемы, мне кажется, что у нас сейчас там у России объем построенных мощностей по электрической генерации достаточно большой, у нас есть какая-то пауза, да, есть возможность сделать паузу и подумать, как мы будем решать эту проблему на следующие десятилетия, но у нас есть и другие проблемы, которые нужно решать. Да, кстати, к вопросу о других проблемах, вот сегодня, наверняка, вы уже, наверное, читали о выступлении генпрокурора и о том, что Юрий Чайко сказал, как... Да ты решил с экономики соскочить на что-то другое. Запрещенного, да, в России правого сектора все пытались через ВКонтакте устроить массовые беспорядки и вообще совершить государственный перевод в России, но если посмотреть, скажем, трезвым глазом, то, конечно, очень смешно все это смотрится, но слушать это из уст государственного чиновника, ну, скажем, очень грустно. Вот зачем вообще Юрию Чайке потребовалось выступать с таким, на ваш взгляд, с таким заявлением? Ну, мне кажется, что мотивация ровно та же самая, что у его такого политически-бюрократического оппонента, руководитель Следственного комитета Александра Бастрыкина, генпрокурору Чайке предстоит пройти через завершение срока его полномочий и либо переназначиться, либо не переназначиться. И он, естественно, пытается держать нос по ветру и сообщить то, что, на его взгляд, будет приятно тому человеку, который будет принимать решение, переназначить его или не переназначить. Это вот тот человек, о котором мы все подумали? Ну, естественно, слушайте, у нас есть один человек, который решает, будет Чайка с новым генпрокурором или не будет. Зовут этого человека Владимир Владимирович Путин, для совсем недогадливых. И поэтому, конечно, генпрокурору Чайке совершенно все равно. Думаем, а мы ли о нем, что он сумасшедший, думаем ли, что он параноик. Он не к нам, он не к нам обращается, не мы являемся его целевой аудиторией. Его целевой аудиторией является президент Российской Федерации. Неужели президент может поверить в эту историю про ВКонтакте и попытки государственного переворота через социальную сеть? Яков, к сожалению, практика показывает, что у нашего президента очень ограниченные источники, каналы поступления информации. Он может поверить во все, что угодно, если укладывается в его картину мира. Да, и он же верит, что и оранжевая революция, и Евромайдан в Украине были профинансированы американским госдепом. И он считает, что московские митинги 11-12 года тоже были кем-то профинансированы из-за границы. И, соответственно, почему нет, почему правый сектор не может пытаться... Он верит в теорию Гиви Таргамадзе, которую планировал госпереворот. Поэтому генпрокурор точно понимает, что это не настолько бредовая новость, не знаю, как ее правильно назвать, не настолько бредовая идея, в которую наш президент не может поверить. Поэтому, к сожалению, это так. Ну вот, например, господин Бастрыкин в своем вот этом вот культовом тексте в журнале «Коммерсант власть», он собрал все вот такие актуальные, политические, там, скрепные, я не знаю, патриотические сюжеты, которые есть сегодня. А вся же эта история с этим правым сектором уже там много раз запрещенным, это же уже какая-то совершенно отъехавшая такой сюжет. Оль, еще раз, речь не о правом секторе и речь не о Дмитрии Яроши, или его визитке, или не визитке. Речь о работе генеральной прокуратуры. О том, что генеральная прокуратура стоит на страже интересов Российской Федерации, что она четко понимает, что есть угроза государственного переворота, что Запад спит и видит, как бы свергнуть Владимира Путина, что он строит свои козни, используя, не знаю, НКО, оппозицию, Яроша и прочее, 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 прочее. Вот генеральная прокуратура говорит, мы знаем, мы бдим, и вот результат нашей деятельности. Вот это вообще, это же даже там не то, что это попытка террористического акта, это же вообще государственный переворот, люди задумали. Мы вам сейчас еще и документы покажем, технологию захвата власти, как это планировалось осуществить в России. То есть, это отчет, грубо говоря, отчет о деятельности генеральной прокуратуры, что мы знаем, что является основной угрозой сегодня. Ну, раз мы заговорили об украинской организации права и сектора, еще одна новость с Украины. Сегодня вот Саввику Шустеру отозвали разрешение на работу на Украине. Вот по-вашему, это признак того, что на Украине все сворачивается, все эти достижения Майдана? Яков, это, на мой взгляд, сильно неприятная новость. Давайте подождем ее развитие. Говорить о том, что там сворачиваются все достижения Майдана, наверное, было бы неправильно. Потому что, если смотреть на то, что произошло в Украине за последние два года после Евромайдана, то понятно, что Украина медленно, но движется в сторону того, что называется европейских ценностей, европейской цивилизации, европейского пути. Очень медленно. Может быть, не по всем направлениям. Но это движение идет вот в эту сторону. Поэтому сказать, что там как-то произошел разворот. Знаете, я думаю, что там Саввик Шустер наступил кому-то на хвосты, или, не знаю, кого-то сильно обидел. И ему решили... Ну, что-то еще произошло. Ну, или произошло что-то между ним и владельцем телеканала, на котором он выступает. Между владельцем телеканала и украинскими властями. Ну, в общем, что-то там такое случилось. Сегодня, кстати, мы узнаем, вполне возможно. Да, конечно. Нет, я думаю, что мы все это достаточно скоро узнаем. Но я не исключаю, например, что достаточно быстро это решение может быть пересмотрено. Ну, посмотрим. В любом случае, конечно, оно не говорит ничего хорошего о ситуации в Украине. Это был экономист Сергей Алексашенко. У нас, к сожалению, уже заканчивается время. Спасибо большое. Спасибо большое. Это была передача персонально ваша. Услышимся ровно через неделю во вторник в то же самое время после трех часов. Персонально ваша. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...